привет всем зрителям и подписчикам моего канала как вы видели в прошлом видео я поехал в киев 24 этаж снимаю вам это видео и в прошлом видео я рассказывал вам про петровку как я ходил по барахолке почем по повелитель египта брать не брать не знаю на самом деле я ехал в киев не просто погулять по базару по барахолке а за конкретной покупкой спасибо большое моему подписчику сергею который написал и предложил мне это замечательные монеты я передаю тебе огромный привет что же я купил в киеве об этом вы узнаете в этом видео почти все покупки монет и не только я делаю через аукцион виолити так как этому аукциону можно доверять там есть мнение экспертов есть форумы для обсуждения подлинности монет и также видно как проходят торги и можно абсолютно открыто в них участвовать так что я советую этот аукцион ссылочка на него будет в описании данного набора на аукционе виолити я не встречал ни разу и это не просто набор 96 года у меня кстати их два этот набор я купил на аукционе виолити довольно давно есть у меня видео на канале где я делаю обзор в этом видео я покажу вам замечательный набор 1996 года а этот набор я купил в киеве конкретно у своего подписчика давайте я покажу в чем же разница между этими наборами как вы знаете набор украины довольно популярная тема и действительно интересно особенно сейчас когда убирают нас и убрали обиходную мелочь из оборота такие как 1 2 5 копеек уберут 25 копеек уже в ближайшее время и у нас остается фактически только 10 и 50 и роль скажем так мелочи будут выполнять монетки 1 2 5 10 гривен вот так что эти наборы начали расти в цене и кстати ориентироваться по наборам можно по вот такой вот замечательной книги максима загребы здесь представлены разные наборы и ориентировочно их стоимость и также можно посмотреть дополнительную информацию и тиражи этих наборов у меня какая-то часть наборов есть небольшая в принципе я еще буду докупать все в коллекцию как вот у меня какие-то наборы есть конечно этот но набор восемнадцатого года которые мы все долго долго пытались найти и выловить в онлайн заказе но это дело что не у всех это получилось вижу я сейчас вижу пожалуйста введите капчу какую капчу какую капчу мне надо ввести чтобы заказать этот набор вот как как это рекомендуется нажимать эту долбаную капчу я не понимаю как это работает вот значит какие наборы у нас 96 года были конечно был не выпущен набор вот сейчас вы видите его на своем экране цена довольно серьезная ну он скажем так официально не был выпущен это следующий набор 96 года уже официальный полиэтиленовая упаковка вот у меня его к сожалению нет вот так вот он выглядит в принципе сейчас он не проблема его купить довольно реально также можно купить и этот набор в картоне 96 года вот как он выглядит довольно полный отдел обзор на канале набор просто потрясающий очень качественный красивый здесь плюс у меня отличное состояние самого набора то есть не не потерт не без перегибов то есть хорошее состояние этого набора монетки все 96 года вы выбирались скажем так для этого набора чтобы размещаться то есть я встречал в интернете информация что монеты чеканились большими тиражами чем сейчас у некоторые продавцы указывают там 5000 экземпляров по и на делаю было их в разы в разы больше и выбирались они для наборов но информация скажем так из интернета подтверждать по и на дело ее нужно у у у проверенных людей у представителей но такой информации никто по и на дело пока не делится нет никаких данных вот этот замечательный набор в районе 8000 от 8000 сейчас можно приобрести вот тут у нас мы видим какие монеты есть указаны от одной копейки до 2 гривен в нельзя перы и довольно редкий интересный набор в хорошем состоянии монеты там по это дело хранятся но какой же набор заради какого набора я поехал в киев до до существует разновидность этого набора она указана также у нас в книге здесь мы видим набор обычный до в районе 8000 8500 стоит и набор с монетой 1 копейка девяносто четвертого года то есть как тоже не по есть неподтвержденной информации что в каких-то наборов не хватало копейки девяносто шестого года в нужном состоянии не знаю если у кто обладает более конкретной информации напишите и туда добавили пробную монету девяносто четвертого года которую которая в обороте мы не можем встретить тем более сейчас да когда уже вывели из обращения эти монеты как же выглядит этот набор впервые на канале и впервые думаю на ю тубе я не видел таких обзоров вы увидите данный набор монет ну что ж поехали визуально выглядит все точно также визуально точно также выглядит данная упаковка но в принципе но я даже будут давайте вам показывать сравнивать да то есть то есть полностью все по это дело дизайны были у нас утверждены вот и к сожалению он немножко пострадал то есть так видно не идеальное состояние я так понял даже осмотр осматривали не вклинули здесь копейка и потому к сожалению состояние немножко по не такое идеально как хотелось бы но это того стоит потому что здесь размещена копейка посмотрите как она выглядит и давайте я все таки перевернул вам на аверс посмотрим какой год девяносто четвертый год сейчас я вам сравнение покажу вот еще вот наш девяносто шестой здесь у нас копейка девяносто шестого года а здесь мы видим девяносто четвертый год она обстал характеристики у данной монеты точно такие же по размеру по диаметру вы посмотрите она видит ну то есть идеально идеально размещена в данную ячейку вот тут но на другого года более сейчас попробую показать вам сфотографирую вставлю более четче чётче данную разновидность в принципе данные монеты на аукционе я тоже встречал в разных разных металлах и они идут в разряд но в данном случае это пробная монета не хулиганка которую могли начеканить штемпелями которые каким-то образом попали до к людям умельцам возможно вынеслись возможно были украдены а данная монета начеканила очеканина на заводе так как она размещена в наборе тем самым конечно стоимость этой монеты гораздо гораздо выше чем любые монеты сделаны вне завода и про который продаются отдельно ну конечно утверждать точно как монета была сделана вынесена это довольно сложно так как ну какая-то информация была секретчена документы не выложены нигде вот что можем сказать по этому набору конечно стоимость этого набора дороже по каталогу максима загребы какого года восемнадцатого года часто ценена в 14000 с монетой с монетой 94 года я не буду называть стоимость по какой стоимости я приобрел данный набор это действительно интересная вещь огромное еще спасибо сергею спасибо что написал я фактически очень быстро оперативно собрался и поехал потому что важно было конечно посмотреть насколько это монета оригинально насколько это не вклеена сейчас я вам покажу какие монеты делают подделки под копейку 94 года храню я свои монеты вот в таком вот альбоме и сейчас я там разместил две монетки это две копии выполнены из алюминия 5 копеек и одна копейка 94 года по размеру они почти почти совпадают но понятное дело это производство китая сделаны просто для развлечений для того чтобы скажем так сделать для того чтобы какие-то коллекционеры которым нет возможности приобрести оригинальную монету могли заполнить скажем так пустую ячейку также увидите у меня есть две копейки вот такие конечно же очень очень дорого стоит оригинальные две копейки гривна у меня здесь просто стоит чтобы закрыть дырку 92 года гривны у меня также пока нету но я надеюсь в будущем я приобрету себе и 5 копеек также у меня нет давайте перевернул давайте перену на другую сторону посмотрим посмотрим эту копейку как она выглядит вот собственно китайцы конечно же конечно же разновидность здесь не ни в коем случае не такая как у нас представлены в каталоге и которые были выпускались и 5 копеек исключительно просто как сувенирные данные копейки сделаны вот и гринаде с 6 у меня здесь размещено и две копейки по это дело что очень дорогие дорогие эти монетки вот это две копейки покаместь не могу себе позволить да я не видел их в продаже конечно в штамп монет можно посмотреть в замечательные книги стандартные монеты украины вот и конкретно эту книгу мне подарил один нумизматический канал за что ему огромное спасибо так как не мог приобрести эту книгу нигде не на виолите не на других аукционах просто не было в продаже и тут мне предложили вот такой вот подарок я прям очень благодарен так как можно посмотреть в данном случае очень конкретно здесь можно посмотреть сочетание как как сочетание сторон посмотреть как соответственно какой же у нас разновид данной копейки давайте посмотрим более конкретно сейчас на данную копейку смотрим какие у нас тут ягоды размещены довольно мелкие по это дело на китайской на китайской версии все 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 по-другому более грубо сделано и мы прямо в сравнении можем увидеть насколько отличаются эти монеты друзья если вам предлагают купить какую-то редкую монету 1 копейка 94 года 5 копеек на какой-нибудь площадке по типу ол x и за 1000 гривен например или меньше за 500 гривен скорее всего вы получите какой-нибудь вот такую монету которая соответствует совсем не соответствует действительности и каким-то критериям оригинальности давайте перевернем на другую сторону я вам сравню конечно же это алюминий это алюминиевая монета у нас справа а у нас копейка нержавеющий из нержавеющей стали давайте покажу более детально здесь другие монетки 96 года кстати в моем альбоме вот этом там где нужно разместить 1 1 2 и 5 копеек а все остальные как видите у меня есть сейчас они пустуют ну кстати 5 копеек у меня есть вот такая 5 такие 5 копеек довольно интересная тоже с ними история была я рассказывал человек который мне отправлял их это фактически моя одна из первых покупок одна из первых покупок монет человек который отправлял он их вообще случайно нашел в копилке положил в конверт и отправил я брал наложенным платежом пришел на почту распаковали конверт а он пустой и как оказалось чек сказал что как так украли на почте и очень сильно ну я по это дело отказался от посылки потому что там ничего не было в конверте а через время ну он обиделся что вот так вот потерял монету он недорого в тот момент и оценил ее но потом через неделю я ему все описал очень знаете как по-человечески что так и так были и камеры и открытие и был сотрудник прямо все вместе мы открывали через время оказалось что человек пока нес эту монету на почту он просто бросил ее без какой-либо упаковки в обычное письмо такое конверт и она у него просто-напросто выпала и и он ее потерял в сумке а потом через неделю нашел эту монету меня сразу же набрал извинился что так и так вот он на меня скажем так обиделся и там серьезные вещи писал как так по факту она у него оказалась и он все-таки пошел на почту и повторно мне ее отправил и даже сделал очень 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 хорошую скидку на эту монету так что она досталась таким вот нелегким путем но но доехала скажем так со второй попытки я думаю я ее добавлю вот в этот альбом а по поводу одну одной две копейки даже не знаю ребята что вы посоветовали понятное дело разрезать какой-то набор тем более такого уровня как эти но мне ческать не хотелось бы конечно монетки здесь например если брать не этот набор а этот монетки здесь в очень очень хорошем состоянии однозначно коллекционные однозначно будут украшать любую коллекцию но я бы наверное не рискнул разрезать такой набор и положить альбом и положите монеты в альбом хотя не знаю ребят как бы вы думали как хранить монеты в своем например альбом если бы у вас или есть или их планируете вот такие альбомы разрезали бы вы монеты из вырезали бы монеты из каких-то таких вот упаковок оригинальных да или нет потому что я знаю людей которые абсолютно спокойно разбирают и такие монеты оттуда достают и другие года очень часто это делали вот и с этим годом году что здесь гривна довольно редкая от 13 год ну и это тоже редкая спокойно доставали и размещали как бы вы поступили сделали бы вы такое что-то или все-таки искали бы отдельно монеты для своего такого набора кстати также у меня здесь размещены 50 копеек в этом наборе а у них вот у меня есть два вида 1 50 копеек 96 года это с крупным гуртом как видите сейчас кстати в самих наборах тоже у нас видимо 50 копеек тут крупный гурт и в наборе 96 в обычном с копейки 96 также мы видим крупный гурт но у меня есть как 50 копеек и с мелким гуртом выглядит 96 год они подороже если сравнивать их вот с этими 50 копеек вот так ну что ж друзья вот такой получился выпуск спасибо всем кто досмотрел до конца напишите пожалуйста ваш комментарий как вам такой набор сорвались бы поехали бы вы в киев например из другого города за вот так такой вот возможности прикупить и буду рад вашим комментариям ответить на ваши вопросы ставьте лайки все всем пока